От трёх до семи. Именно в этот период детства малыши овладевают знаниями и умениями, которые в будущем позволят им перейти на новый образовательный этап в начальную школу. Этим нюансом представители органов исполнительной и законодательной власти в последние годы уделяют особое внимание. И вот в сентябре 2013 в силу вступил новый федеральный закон об образовании. Документ придал особый статус дошкольному образованию. Оно признано официальным уровнем общего. Согласно указу президента, всех малышей в возрасте от трёх до семи лет к 2016 году необходимо начать обучать. В первую очередь посредством детсадов. Времени остаётся не так уж и много. Регионы активно решают проблему ликвидации очередей в сады. Хакасия в этом плане выглядит вполне достойно. Из 13 муниципалитетов 10 сегодня почти полностью решили проблему с нехваткой дошкольных учреждений. К концу этого года планируется открыть ещё 4 достраивающихся. В Баграде, Ташты, Пицелинном и Абакане. Работы ведутся в основном на федеральные средства, доли субсидий львинные. Так в этом году в Хакасию на модернизацию дошкольного образования поступило 350 миллионов рублей. Примерно столько же годом ранее. В 15-м средства потребуются ещё. С этой целью на минувшей сессии депутаты Верховного Совета приняли обращение в адрес Федерального собрания и правительства России. С просьбой предусмотреть нам выделение средств, а это может быть 600-700 миллионов, мы не знаем точную сумму, от достройки детских садов. Мы эту программу выполняли. И мы вышли уже почти на то, чтобы всех детей старше трёх лет обеспечить местами в детских садах. Как в городской, так и в сельской местности. У нас был правительственный час, Голодец выступал, Ольга Юрьевна у нас. Она говорила о том, что средства, которые в этом году были выделены на эти цели, не всеми субъектами использованы. Порядка 20 миллиардов рублей остались, которые предполагается на следующий год переоформить и распределить их уже в следующем году. Тем не менее, в постановлении, которое мы приняли по первому чтению в пятницу, мы написали, что при исполнении федерального бюджета, при условии дополнительных доходов или экономии в расходах, чтобы эти ресурсы дополнительно тоже были выделены на дошкольные учреждения. В частности, деньги пойдут и на строительство недостающих садиков в Абакане, Аскизском и Таштыбском районах. Этим территориям предстоит значительно набрать темпы за год. Ведь здесь, сегодня, в очереди в садике стоит в общей сложности 701 малыш. Озабочены сегодня депутаты Верховного Совета, представители правительства республики и поддержкой детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Речь идет о малышах-инвалидах, подростках, воспитывающихся в малообеспеченных, неблагополучных семьях. Федеральный центр и регионы сообща успешно решают эти вопросы на протяжении многих лет. Одно из направлений многомиллионных финансовых потоков – это обеспечение такой категории детей местами в оздоровительных лагерях. Из 28 тысяч малышей и школьников, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в этом году отдохнули за городом около 6 тысяч. Стабилизировать эти показатели, тем более увеличить их без финансовой федеральной поддержки, Хакасия не в силах. На следующий год уже участие федеральных институтов власти в этом финансировании не предусмотрено. Мы обращаемся, чтобы продолжили и на 15-й год предусмотрели. Что касается оздоровления детей в трудной жизненной ситуации, здесь, правда, мы обещания не получили пока, но я думаю, что в постановлении мы тоже включили это положение. Я думаю, что мы будем продолжать в течение исполнения бюджета тоже говорить об этом. Депутаты надеются, что федеральный центр не оставит без внимания столь серьезные вопросы, ведь на кону светлое будущее ребенка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова